Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который задаёт человек. Аноним, поэтому обращаться буду как к анониму. Страдаю по женатому мужчине. Давно, не могу забыть. Успела с мужем по морям съездить, ребёнка родить. Не вижу его больше двух лет. Лишь изредка вдали ничего не могу поделать. Тоску и реву. Была связь давно ещё с женатым. Бросил два месяца, проплакала и всё. А тут незавершённый гештарс. Не забыть, не любить, мучаюсь, вспоминаю. Заказывала у хороших мастеров ритуалы, чтобы забыть его. Не помогло, сильнее себя привязала к нему. Уж такая у меня энергетика. Мои чувства сильнее оказались. Жаль, что связь в одностороннем порядке. Ну, перестал бы и бросил. А так ощущение, что началось, но не закончилось. Муж уверяет, что у меня был с ним секс. Я в ответ смеюсь, может он чувствует и прогнозирует. Ревнует он жутко. Даже обидно, что зря. У меня вопросов нет. Просто хочу послушать, что скажут психологи, как они видят со стороны. Ну, знаете, я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас до сих пор был опыт взаимодействия с специалистами из другой сферы. Такими, как эзотерика, например. Вот. И, вероятно, вы не, ну, может быть, не очень, так скажем, отдаёте себе отчёт в том, как, ну, как это работает. Для ответа психологов вы, на мой взгляд, достаточно мало дали информации. То есть, мне кажется, что для более, ну, для более-менее адекватного ответа на ваш вопрос нужно больше информации, нужно больше фактов и нужно больше задать вам вопросов, потому что психологи не гадают. Психологи анализируют информацию, которую, ну, в данном случае нам предоставляют, да? Вот. В случае же, что описываете вы, этой информации недостаточно. Ну, давайте пройдёмся. Итак. Что мы здесь имеем? Мы имеем ваш брак с мужчиной. И мы имеем несколько отношений с женатым мужчинам. Вот, соответственно, возникает вопрос. Как так получается, что вы вышли замуж и, получается, влюбляетесь в женатых мужчин? Я бы сказал и некоторые коллеги, надеюсь, меня поддержат, что вам несколько сложновато выстраивать близкие отношения. Потому что с женатым мужчиной близких отношений не выстроишь именно с женатым мужчиной. Ну, он женат, как бы, да? Как с ним выстроить близкие отношения? Вот. А, поэтому с женатыми мужчинами вам, как бы, в этом плане безопаснее, если близких отношений вы боитесь. А с мужем вроде бы и все, ну, обстоятельства направлены на то, чтобы выстроить эти самые близкие отношения, но вы выстраивать их не умеете. Потому что, на мой взгляд, в отношениях с мужчинами, вы играете в игру догонялка. Есть такая детская, в общем, игра. Вот. Детская, в общем, игра. Когда один догоняет, второй убегает. Потом другой догоняет, первый убегает. Это страх эмоциональной близости, а значит, проблемы личных границ. Страх эмоциональной близости, как правило, проявляется у людей в двух основных формах. Это в форме определенной такой стеснительности, определенной такой замкнутости, зажатости. И, наоборот, в форме такой, знаете, чрезмерной, может быть, активности, чрезмерной, может быть, такой внешней доминации. Вот. Ну, которая, по факту скрывает под собой вот этот страх, который, ну, о котором я в данном случае говорю. То есть здесь мы имеем именно страх близких отношений с одной стороны. С другой стороны, что мы имеем, это в какой-то степени типаж мужчины. То есть доступный мужчина, свободный мужчина, готовый для отношений мужчина. Например, ваш муж, судя по всему, вас не интересует, а недоступный мужчина, с которым вы не можете быть, вас интересует. Вы сами практически об этом прямо говорите, что перестал бы и бросил. То есть стал бы доступным, вы бы его покорили. То есть вам нужны недоступные мужчины, которые вы будете что-то показывать. Вот. В целом на таком, если можно так выразиться, функциональном уровне, как мне кажется, ваша проблема заключается в том, что вы не очень хорошо отдаете себе отсчет в своих чувствах. Вы объясняете свои чувства энергетикой с точки зрения психологии. Вы объясняете свои чувства тем, что у вас она сильная. Вот. Может быть это и так. Я не буду спорить, потому что на все есть несколько точек зрения. Вот. Но с точки зрения психологии, эта самая сильная энергетика как раз связана с тем, что вы, мягко говоря, не очень хорошо себя чувствуете, не очень хорошо себя ощущаете, не очень хорошо замечаете то, что с вами, собственно говоря, происходит. Вот. То есть имеется в виду здесь что? Здесь имеется в виду то, что те чувства, которые у вас, те страдания, боль, которые вы ощущаете, привязанность к мужчине, вот, это чувства. Но это чувства не дифференцированные. То есть вы не очень понимаете, в чем вообще дело. Обратите внимание нужно на то, как вы себя чувствуете с этими мужчинами. С первым мужчиной и со вторым. Как правило, как правило, я не говорил, что эта история про вас. Да, я как бы не знал, может быть, эта история не про вас. Вот. Не хочу как-то здесь в данном случае навязывать вам свое мнение, но как правило. Происходит следующее. Нечто. В вашем сообщении навело меня на мысль, что в целом вы такой человек, который, ну, в обиходе, да, и поскольку вы боитесь близких отношений, у вас есть проблема с тем, чтобы быть слабым. Вот. И только лишь с некоторыми мужчинами вы можете быть этой самой слабой. Ну, маленькой девочкой, если хотите. То есть вам необходимо быть маленькой девочкой, но маленькой девочкой нельзя быть с тем, кто доступен. Вот. Соответственно, в данном случае речь идет о том, что вы с мужчинами чувствуете себя слабой. Отсюда и влечение, отсюда и все остальное, скорее всего. Да, это на поверхности, потому что по факту вам, понятное дело, нужна безопасность. Безопасности вы себя не ощущаете. Но вот здесь имеет место быть некоторые нарушения гендерного поведения. Потому что, да, есть женщины, которые, ооо, так называемые бизнесмумен, да, которые все уберут, как бы, в свои руки, которые активно там себя проявляют и прочее прочее. Но в данном случае, судя по всему, вам это не совсем подходит. Вот. Вам это только нужно признать. Вот. И устраивать отношения немножко по-другому. Как-то так. У вас есть, эээ, здесь некоторая мистификация. То есть вы мистифицируете то, что с вами происходит. Вы говорите, что у меня энергетика там и так далее. Это вот с точки зрения психологии называется мистификация. Ну или рационализация. Мистификация больше подходит. А вот как бы так. То есть, есть некоторые механизмы у вас защиты, которые, как бы, эээ, ну, охраняют вас от выхода за пределы той парадигмы, в которой вы находитесь. К сожалению. И, соответственно, здесь не столько важно, что мы скажем, сколько важно, готовы ли вы к психотерапии. Если вы, если вы готовы к психотерапии, то ее необходимо начинать. Потому что, эээ, ваша семья и ребенок, эээ, не являются благополучными, пока такое происходит. И если вы, например, не любите своего мужа, эээ, это ваше право, эээ, то ребенок страдать, как бы, ну, не должен. На то, что, условно говоря, вы не можете найти себя. Вот. Поэтому, если не для себя, то хотя бы для ребенка, начните, начните заниматься психотерапией, разберитесь в себе. Вот. И решите, что вам, что вам уже делать. А в данном случае я, к сожалению, не думаю, не думаю, что вы любите своего мужа или мужчину, о котором вы тоскуете. Я думаю, что, эээ, как правильно указала моя коллега Светлана, вы что-то компенсируете. Вот. Ну, собственно, то, о чем я говорил, да. Вот. Вы компенсируете, скорее всего, именно это. Но может быть и что-то другое, может быть и что-то другое. У вас может быть свой уникальный опыт. Вот. Поэтому я здесь только занимаюсь предположением. Если я не прав, то хотя бы, хотя бы вы можете увидеть плюс-минус какую-то цепочку того, как это происходит. Но здесь есть блокирующий фактор, фактор в виде энергетики, о которой вы говорите. То есть что-то, что не поддается вашей воле, то, за что вы не ответственны, это большая проблема. Потому что любая мистификация связана с снятием в себя ответственности. Если я что-то демистифицирую, то я должен принять ответственность. Человек боится лишней ответственности, чем больше он боится ответственности, чем больше у него мистификация. Конечно, существуют и позитивные виды мистификации. Когда человек, в принципе, верующий, но и ответственности как бы не чурается и так далее. Это бывает. Это бывает. Но гораздо чаще, особенно в моей практике, встречаются случаи, когда, к сожалению, человек больше именно что через мистификацию бежит от ответственности. за себя, за то, что происходит в его жизни. Вы, к сожалению, из их числа. Я понимаю, это звучит неприятно, но лучше мне сказать вам все как есть, да, чем ходить вокруг да около. Поэтому решайте, решайте, думайте. Но вам нужна психотерапия, потому что в противном случае самостоятельно вы не выйдете из данной ситуации. У меня вопрос, и вопрос скорее риторический. Почему, когда человек оказывается в трудной психологической ситуации, в трудном психологическом состоянии, обращается не к психологу, а к эзотерику? Почему человек пытается что-то забыть, тем самым аннулировав свой опыт. Вместо того, чтобы принять, ассимилировать его. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!